Я попытаюсь изо всех сил их спасти! Мы не можем никого реанимировать. То есть они появились там, да? Подожди, мы может сможем спастись, надо отправиться туда, к ним. Так, а если тебе водкой напоить? Я умру от сынги, если не замёрзу сегодня ночью. Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля. Меня зовут Виталя. И мы продолжаем ожидать помощи в игре Help Will Come Tomorrow, что переводится как «Помощь прибудет завтра». Что ж, помощь не сегодня, не завтра. Я так понимаю, всё-таки в этой игре не прибудет, и нужно гораздо больше времени выживать. И мы помощи не дождёмся, потому что выживать тут, собственно, уже некому. Они уже все, мне кажется, обречены. Помогать здесь уже некому будет через какое-то количество времени, не знаю, сколько займёт их окончательная гибель наших персонажей. У нас двое в сознании, но с огромным, гигантским количеством минусов, негативных эффектов. И двое у нас ещё без сознания находятся в обмороке. Мой друг. Те, кто у нас находятся в сознании, имеют всего лишь по одному очку действий, соответственно, два очка действия. Что мы можем здесь сделать? Я не знаю. Казалось бы, всё плачевно и всё тщетно, но... Но мы не будем сдаваться, мой друг. Мы никогда не сдаёмся. Я никогда не сдаюсь. Я попытаюсь изо всех сил их спасти. Представляешь? Я, правда, думаю, что потерплю неудачу. Но не будем отчаиваться. Вдруг, вдруг у нас что-то получится. Сейчас нам нужно абсолютно, объективно, вдумчиво подумать, каким образом мы могли бы их спасти. Что мы имеем? Двое в обмороке, двое в сознании. Я так понимаю, на следующий день они отлетят также в обморок, и тогда у нас все четверо будут в бессознательном состоянии в лагере. Соответственно, это будет конец, вероятно. Что мы можем сделать на два оставшихся очка? Так, мы имеем то, что у нас костёр горит, да? Можем туда подбрасывать огонь и согревать. Проблем с этим не будет. Вода у нас какое-то количество есть. С водой тоже проблем у нас нет. У нас гигантская проблема с едой. У них всех смертельный голод, да? Ну и, в принципе, и всё. То есть у нас проблемы с едой только, да? Еда. Нет, подожди, кормить пока не буду. Давай-ка я очки действия потрачу. На что нам потратить очки действия? Мне кажется, нужно какого-то из этих персонажей, которые сейчас в обмороке, реанимировать каким-то образом. Как его реанимировать? Просто потому, что, мне кажется, с таким количеством минусов, как у них, они отлетят по-любому. У них тут тошнота, галлюцинации и у одного, и у второго персонажа. Они отлетят по-любому на следующий день в обморок, и того мы получим всех четверых в обмороке. Поэтому надо одного реанимировать. Например, Ленина. Сейчас посмотрим, у кого там здоровье, дух повыше. 7-42, 44-7. В принципе, того-того не важно. Но это у нас с ранением, Сергей Иванов. Давай пробуем Ленина реанимировать, если мы это сможем. Я так понимаю, реанимация происходит здесь. Постель. Топлый угол доли от лагерной суеты позволит регенировать силы. Сбор сил слегка уменьшает усталость, немного восстанавливает здоровье. Разблокирует действие собрать силы. Так, а дальше что там есть? Положение опекуна. Позволяет лечить себя или своего товарища, который нуждается в помощи. Уход восстанавливает здоровье. Так, улучшить плохой статус. А, вот, нужно положение какой-то опекуна. Ну, это, видимо, кривой перевод. Вот, позволяет улучшить плохой статус без сознания в шоке больной. Плоростое укрытие. Снижает уровень замерзания. Разблокирует действие перевязка ран. Нам это нужно. Солидно мы строить не будем. Нам хотя бы временное решение сделать. Здесь, правда, требуется три необходимых балла действия. Но я что-то как-то не замечал. Да, я посмотрел, когда серии монтирую предыдущие. Здесь же, смотри, у нас количество необходимых баллов действий для персонажа, выполняющего действия вместе. Один и плюс один. То есть, если мы строим одним персонажем, Софьи, например, то не хватает очков действия, потому что нужно для одного персонажа три их. Если же мы делаем в два вдвоем, да, они как бы минус по боевому духу получат, но, видишь, уже хватает. Уже не пишут, что недостаточно очков действия, потому что вдвоем они всего лишь два тратят очка действия, то есть по одному каждый. По сути, нам ничего это не даст, да. Даже сейчас скрафтим постель. И что, у нас не хватит еще два очка действия для того, чтобы построить положение опекуна какое-то странное. Ну, видимо, постель какая-то. Мы даже, наверное, солидное сможем сделать. Но нет, солидное мы не будем делать, потому что большой затраты ресурсов. Давай мы сделаем... Ну, попробуем. А, у нас даже тряпок не хватает. Даже на временное нам не хватает тряпок. Мой друг, это конец. Мы не можем никого реанимировать. А если я сейчас пошлю какого-то персонажа за лутанием тряпок, то как бы, ну и что? Да, короче, это конец. Не получается. Переохлаждение после ночи. А, смотри, тут пишет, что будет. Игра, наверное, обновилась, похоже. Раньше такого у нас не было в пиктограммке. Это показывает, какой статус охлаждения у них будет. Приобретет после ночи, при текущем уровне, я так понимаю, разжигания костра. Вот это хорошо сделали. Все равно не убирается. Как бы, видишь, там переходит охлаждение, все равно в охлаждение. Но это, возможно, еще знаешь, почему происходит. Потому что у нас не... Мы не скрафтили тут всякие сидения. Сидения обеспечиваются к лагере дополнительной защитой от мороза. Наверное, вот это нам просто нужно. Чтобы они не замерзали. Ну, в принципе, мы это можем скрафтить, наверное. А, и мы это тоже не можем скрафтить. Даже временное решение. К сожалению. Нам везде тряпки нужны. Короче, самая большая проблема у нас с тряпками, с материалом. Так, у нас бандиты, смотри, рыщут по округе. Неизвестная зона, уровень рискованный, неизвестный ресурс. А, смотри, это у нас, собственно, поискать эту... Чё-то там. Ищите патруль железнодорожников на восточных путях. То есть они появились там, да? Подожди, мы, может, сможем спастись. Надо отправиться туда, к ним. Там рядом бандиты, но мы должны отправиться. Так, Рабинович, ты обязан, ты обязан дойти. Дойти и сказать им, что мы здесь. Он сможет дойти, наверное, сможет. Вот, уровень незначительный. Казачок. В нескольких шагах от лагеря вы замечаете бородатого господина, который не умел прячься среди деревьев. Из вежливости вы пытаетесь его игнорировать, но мужчина начинает красноречиво покашливать. У меня нет времени, я собираю хворост. Вы бросаете с сухим тоном, но бородач не сдаётся. Он указывает на вас и делает приглашающий жест. Когда вы приглядываетесь лучше, вам кажется, что вы знаете этого человека. Может быть, из газет? Архимандрит Златоуст? Какое там? Смеётся бородач низким губасом. Я Распутин. Здравствуйте, Григорий Ефимович Распутин. Какая встреча? Вы обнимаетесь и целуетесь, как хорошие друзья. Гарсон сразу же приносит вам чай и сигары. Немецкие? Убеждается монах. Вы шутите, верно? Это золотистые листья, сворачиваемые в Севилье. Настоящий Тринидад. Жаль, я курю только немецкие. Так, похоже, это какие-то у него эти... Галлюцинации начались. А, ну да, он же с галлюцинациями, точно. Блин, я его отправил, он же с горюниками. Вы также с грустью отказываетесь, потому что стыдно закурить Тринидад в присутствии Григория Ефимовича. Не очень зная, о чем говорить с благочестивым мужем, вы упоминаете, что хорошо танцуете казачок. Но Распутин уже нет. Гарсон исчез, столик исчез, вы снова в холодной тайге возле лагеря. Пришло время вернуться и рассказать своим товарищам по несчастью об этом забавном случае. Экспедиция вернулась в лагерь. Получено достижение. Там был код, реально... Что-то там. И он потратил очко действия, да? Отлично. Просто замечательно. Софья. Софья Михайловна. Нам больше некого отправить. Я так понимаю, с ней примерно то же самое случится. Да. Порванная юрта. В нескольких шагах от лагеря, или может быть намного дальше, в любом случае, там, где деревья переливаются всеми цветами радуги, находится прутик из слез, выплаканных старым волком. Зачем мне туда ходить на морозе, собирать хворост? Я посещу старого волка и спрошу, есть ли у него консервы и махорка? Хитро решаете вы. Волк сидит в старой, порванной юрте. Даже стыдно принимать в такой гостей. Он плачет, потому что прудик не наполнился сам собой. Добрый волк, который потерял улыбку, у тебя не осталось немного припасов? Голод проникает в наш лагерь. Бери все. Возьми хоть юрту. Агенты охраны арестовали моих сыновей. Мои труды окончены. Однако нет никаких консервов в махорке или юрты. Когда дегаллюцинации заканчиваются, вы снова в тайге, где-то далеко от лагеря. Насколько далеко? Отлично. Получено еще одно достижение. Какая-то там юрта. Порванная юрта, вероятно. Ну да, это конец, мой друг. Да, она все осталась там. В экспедицию больше отправить мы никого не можем. У него ноль очков действия. Ну, на будущее знаем, что нет смысла отправлять персонажей с галлюцинациями в тайгу. Они обязательно заблудятся. И мы так и не дошли до этого задания. Ищите патруль, жизнь дорожников на восточных путях. Возможно, там никого нет, никакого патруля. Это просто туда, как бы, задание нас посылает проверить. Может быть, они там есть, но, наверное, там никого нет. Так, нет, смотри, показывает. Переохлаждение у Софьи будет с обычного на критическое, на смертельное сразу повышено. У этих останется так же. Давай на максимум уже набросаем палок в костер. Так, у Сергея Иванова, у дезертира, охлаждение немножко уменьшится. А у Рабиновича по-прежнему остается таким же. На соточку. Все равно охлаждение остается таким же. Ну, понятно, это надо крафтить им. Всякие теплые вещи, подстилки, чтобы они не на земле, не на снегу лежали, спали, а чтобы сидели на теплом. Окей, можем попоить их водой напоследок. Я так понимаю, это конец. Можем накормить их мхами. Ты смотри, сразу у него сработало расстройство желудка. Хотя до этого он спокойно ел мох. Тебе уже хуже, наверное, не будет. Ты же у нас и так там с галлюцинациями, с тошнотой. Так, зверобой ни на ком нельзя применить. Грибы у нас есть. Есть почти испортившийся гриб. Давай на тебя проверим почти испортившийся гриб. Что будет? А, смотри, у него убрался сильный голод. Хуже ему не стало. Окей, ведь вероятно, этими грибами можно спокойно кормить. Да, смотри, убрался. По крайней мере, по одному грибку, я думаю, можно всем дать. Так, у этого расстройства желудка появилась. Блин, у нас там Софья Петровна-то вообще... Так, а я не могу ее посмотреть. Могу. Смертельный голод у нее. А у нее нет снаряжения, чтобы она могла что-то съесть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, нет, ничего. Обыскать локацию она не может. Она у нас там с галлюцинациями блуждает по тайге. Ну, все, соответственно, больше грибами, наверное, кормить не буду. Сделаю по-любому только хуже. Все. О, это еще в сознании. Получен достижение. Один в лагере. Один остался в лагере. Но это ненадолго. Я так понимаю, на следующий день он отлетает тоже. О, это не должно было закончиться таким образом. Что мне теперь делать? Люди не должны просто так умирать. В смысле, они умирают, да? Это несправедливо. Они не должны были оставлять меня так. Они знали, что я не справляюсь. Мои десны уже кровоточат. Я умру от цинги, если не замерзну сегодня ночью. Замерзнуть ты не должен. Вспомните руководство доктора Яченко. Зовите на помощь. Это еще одна попытка естественного отбора. Звать на помощь точно, наверное, не стоит, потому что костер и так хорошо виден ренегатом, да? Дым от костра. Если я буду звать на помощь, то точно они придут и меня убьют. Может, так и лучше сделать, как бы, да? Чтобы не мучились никто. Чтобы их просто в бессознательном состоянии поубивали. Нет. Мы не будем так делать. Давай вспомню руководство доктора какого-то. Соберись, соберись. Что мне теперь делать? Я думаю, что это было в руководстве доктора Яченко. Дрова. Сколько у меня дров? Огонь. Отпугивай диких животных. Стоит собрать еще немного веток. Пять веток собралось. Что это мне это даст? Ничего. У меня куча веток есть. У меня нет очков действия. Я не могу их истратить, покрафтить. У меня нет материала. Ткани. Они оставили меня. Или они мертвы. Что хуже? Что они не хотят больше нянчиться со мной. Или что они не смогли выжить без моих советов. Что мне теперь делать? Чувак, у тебя там двое в лагере. Он, короче, разыгрывает такой сценарий, типа, он один в лагере совсем остался. Но он не один, как бы, двое есть. И они вроде как дышат. Да, они дышат. Видно, что поднимаются у бока их от дыхания. Пока еще живы. Но подождите. А что если кто-то их нашел? Пришел следующий поезд. Мне нужно выследить их. Я сейчас поищу следы на снегу и знаки. Они определенно оставили знаки. В темноте. Немногое увидишь. Ох, никудышный из меня следопыт. Никудышный. Я могу только учить других. Но я сделаю еще круг вокруг лагеря. Может, я что-нибудь высмотрю? Короче, этот безумствовать начал бегать вокруг лагеря. У него отношение ко всем упало, потому что он, как бы, последний остался. Нет, смотри, к этому возросло. Ну что ж, у нас финал? Или еще нет? А, смотри, это вернулось. Вроде как. Фелла Дэйси. Проведя столько времени в Сибири, вы уже можете различать дюжину или около того разных звуков ветра. Этот утренний ветер особый. Он не завывает, как ночная вьюга, и не ревет, как во время снежной бури. Вместо этого он тихо звенит инеем, скопившимся в ветвях, как музыкальная шкатулка доброй матери природы. На этот раз звон сопровождается чем-то необычным. Вы слышите, как Софья горячо молится, и ее голос какой-то другой, более наполненный. Спокойно и с виду молитвы можно почувствовать предвестие драмы. Ах, вы встали! Я молилась, чтобы все произошло быстрее, прежде вы проснетесь. Софья прервала свою молитву и с трудом поворачивая голову от огня. И вдруг вы понимаете, что не так. В морозном воздухе вы чувствуете запах крови. Госпожа Софья, что вы наделали? Крик сам собой вырывается из горла, когда вы видите разрезанное запястье старой женщины. Я надеялась, что умру прежде, чем мне придется объяснять глупость. Огромная глупость. Но это ничего, дети. По крайней мере, я больше не буду переводить вашу еду. Сделайте хотя бы из моего платья хорошую крышу. Вы отводите взгляд, немедленно перевязываете раны самоубийцы. Кстати, подъехала ткань. Если мы отведем взгляд, дадим ей покончить с собой, то... То есть, нелегкий выбор. У нас появится ткань. Возможно, кто-то в нашем лагере сможет выжить. То есть, видишь, эта игра нас подталкивает или на какие-то действия, которые гипотетически могли бы нас спасти. Ну, или кого-то хотя бы из лагеря. Или мы попытаемся спасти всех. Нет, мы попытаемся спасти всех. Так, давай перевяжем ей раны. Это не может закончиться таким образом. Не после того, что вы пережили вместе. Все вы переживете этот кошмар. Вы переносите полусознательную старушку ближе к огню и обматываете ее раны. На холоде ее вены сузились, и, к счастью, она не потеряла много крови. Следует как можно скорее сделать хорошую перевязку. Так, они в сознании, смотри-ка. Они в сознании. Отмороженная рука у этого чувака. Это почему? Это из-за того, что он бродил, наверное, ночью там вокруг костра, вокруг лагеря. Сильная усталость, переохлаждение. Так, мы живем, но умираем, по сути. 24 здоровья у него осталось, у Софьи... Блин, Софья самая живучая, у нее 65 осталось. Тут уже кончается... Ой, все, Ленина мы теряем. А здоровье 8. У этого 34. Боевого духа вообще нет ни у кого. Просто на нулях. Так, опять же, два... Нет, каких два? Одно очко, только одно очко действия у Софьи, и все, больше ни у кого нет. Галлюцинации прошли хотя бы, галлюцинации прошли. Соответственно, мы здесь по-прежнему ничего не можем сделать, потому что у нас нет... У нас по-прежнему нет ткани. Ренегаты поблизости. Нас выследили бандиты, да? А, они в соседней клетке. А-а-а, я понял теперь. То есть, если мы сейчас не потушим костер, то они точно нас найдут. То есть, они близко... А-а-а, то есть, в принципе, если их здесь нет на карте рядом с нашим лагерем, то мы можем спокойно жечь костер. Отлично. Теперь мы хотя бы... Ну как отлично? Ну хотя бы мы теперь знаем это. Смотри, у этих перехлаждение прошло. У Ленина прошло перехлаждение. Он по-прежнему в обмороке. Блин, я не могу его реанимировать, потому что тряпки нужны. Так, Софья, у нас нет воды. На, гриб тебе. Нет, подожди, более испорченный есть. На. А-а-а, отлично. Короче, грибами их можно кормить, они не умирают от них. И даже у них нет никакого расстройства желудка. Ну все, у нас грибы эти, еда закончилась. А-а-а, ядовитые грибы есть. Никто в здравом умении будет это есть. По крайней мере, не в первую очередь. У нас очередь последняя, но все же. Не слишком питательная, но позволяет хотя бы на минуту забыть про морозную Сибирь. Психоделические грибы, то есть улучшит им, вероятно, бодрость. Скорее всего, галюники им даст. У нас есть водка еще, сигареты. Хорошо для расстроенных нервов. Софья, выкури сигаретку. Ты сейчас пойдешь у нас, там у нас не пропало это, иконка, пиктограммка, обыскать пути. Нет, не пропало. Ты сейчас пойдешь у нас драться с ренегатами, выкури на дорожку сигаретку. О, да, сразу немного поспокойнее. Что ей дало это? Пятерочку боевого духа. Так, а если тебе водкой напоить? Напоследок, напосошок. Водка как водка, как всегда иметь одинаковый вкус, то есть превосходный. Жажда, незначительное падение, перехлаждение, незначительное падение. То есть немножко убирает жажду, немножко убирает перехлаждение. Напиток. Высококалорийное горючее. А что еще она дает? Ну, давай, ладно, на. Посмотрим, что это даст. И сразу теплее. Так, ну, вроде ей больше ничего не дало, у нее шок. Персонаж шоки теряет боевой дух при выполнении действия. Все, в крови. Ну, на тебе-то сигаретку. И водку. Какой-то минус ему убрали. А, подожди, у нас еще есть съедобные корни. Ты очень сильно голодная. На, отлично, убрали смертельный голод. Давай Ленину дадим, он у нас наибольшим количеством здоровья. Не убрало у него смертельный голод, зато расстройство желудка добавило ему. Все, у нас больше ничего нет, у нас остались ядовитые грибы, психоделические грибы. Может, с психоделическими грибами можно кого-то поднять из бессознательного состояния. Давай пробуем на Ленине. Что добавилось? Я не вижу ничего. Ох, нифига себе. Мы убрали ему здоровье, у него было много здоровья, теперь у него здоровье 8. Да, это конец. Больше ничего не добавило. То есть, в принципе, можем... Слушай, мой друг, у нас 4 ядовитых гриба. Их четверо. У нас 4 мюхомора. Я думаю, очень много он здоровья будет убирать, у них не так уж много надо убрать. Мы просто можем сейчас облегчить страну... Не, блин, Софья может выжить. Софья может выжить. Надо было позволить ей покончить с собой. Господи, какая страшная игра, мой друг. А действительно ведь, если выбора не остается, можно... Нет, давай попробуем. Последняя попытка. Последняя попытка. Отправляем Софью в экспедицию. Она должна будет пробраться между отрядами ренегатов. И позвать на помощь. Но мы ей на всякий случай... На всякий случай мы дадим ей... А можно как-то поделить? Каким образом можно делить? На шифт делится. С шифтом происходит деление. Окей. Мы на всякий случай один ядовитый гриб дадим. Нашим в лагере хватит трех грибов. А если нас не удастся, наша попытка добраться, то... То придется так действовать. Опять что-то запустилось. Криотерапия. Было решено, что ты пойдешь в лес одна. Не понимаешь намек? Остальные хотят, чтобы ты умерла в одиночестве и не обременяла их совесть. Так что нужно идти с достоинством. Ты глубоко вдыхаешь, и холодный воздух приятно растворяется по телу. На самом деле это освежает. Ты делаешь несколько шагов, и что? Суставы как будто лучше действуют на этом морозе. Как будто у тебя нет ревматизма. Может быть, от московский доктор Андреев был прав, советуя поехать зимой в санаторий в Белокурихе. Вот забава. Теперь у тебя есть курорт бесплатно. Продолжить экспедицию, больше позаботиться о своем здоровье. Я так понимаю, больше позаботиться, наверное, она снегом начнет там обтираться. Чтобы еще меньше суставы болели, замерзнет и умрет. Либо в лагерь вернется. А нам нельзя в лагерь возвращаться. У нее очко действия потратится, при этом она вернется, и все. Продолжаем в любом случае экспедицию. Минусов никаких ей не дало это. Это Сибирь, а не санаторий. Нужно возвращаться к работе и принести немного хвороста еды. Вот они будут удивлены в лагере. Что-то еще не сыграло в ящик. Так, уровень смертельный, средний. Гемофилия. Лучше избегать пореза. У этого персонажа больше шансов получить статус кровотечения и меньше шансов удалить его. А у нее уже есть кровотечение, причем там смертельное кровотечение, да, я так понимаю? Так, еще что-то запустилось. Никто не является одиноким островом. Ужасно, так одиноко. Темным вечером прорваться сквозь девственную тайгу. Вы пытаетесь бесшумно ступать промокшими подошвами и изношенной обуви. Часто останавливаетесь и слушаете голоса из таинственных лесных зарослей. Это треск хвороста под ногой? Или один из разбойников? Это крик лесной птицы? Это ворчание голодного зверя? Время от времени вы останавливаетесь, задерживаете дыхание и напрягаете зрение и слух до предела. На этот раз безопасно. Но вы знаете, что через несколько шагов ситуация повторится снова. Дальнейший поход в одиночку не имеет смысла. И так сейчас будет совсем темно. И до лагеря еще несколько часов ходьбы. Мы должны остановиться и устроить временное укрытие. Жаль, что здесь нет компаньона, с которым можно было бы утешить себя какой-то историей. То есть все, она опять там осталась. Да. Это конец. Нет, я не буду гриб этот съедать. Им тоже не буду грибы давать. Шанс есть всегда. Хотя шанс на самом деле нет. Нам придется потушить огонь. Иначе к нам придут бандиты. Общая видимость 5%. Ну, они сейчас умрут. Замерзнут. Такая драматическая серия. Идея не умирает. Вадим Белов. Вадим Белов мертв. Это еще живой. А, это же его сопартиец. Они же у нас революционеры. То есть его коллега умер. И он хочет рассказать нам о том, что идея все-таки не умирает со смертью коммунистов. Коммунистическая идея не умрет. Итак, мы потеряли компаньона. Невыносимого ханжеского идеолога. Который не мог сказать доброе утро, не добавив смерть буржуям. Быть может, он и верил в лучшее завтра. Давал ложную надежду, что придет какое-то завтра. Ну и что из того? Как видно, принципы исторического материализма не были добры к нему. Чтобы почтить память товарища Вадима, я сейчас усну. Не слушая его безумных призывов. Спокойной ночи. Я так понимаю, они навечно сейчас уснут. День шесть. Сергей Иванов мертв. Смотри, какие эти живучие. До сих пор не могут умереть никак. Отчаявшийся. Отчаявшийся персонаж понижает боевой дух лагеря. Помогите ему поднять боевой дух. Здоровье четырнадцать. Здоровье тридцать девять. Ренегаты поблизости. Мы не сможем костер разжечь. А, у нас нет очков действия. Ноль. Что ж, мой друг. Данное выживание у нас подходит к концу. Нам не удалось с первой попытки выжить. А, смотри, кресты появились. Сергей Иванов. Вадим Белов. Взаимодействовать с ними никак нельзя. Что смешного? Что я смеюсь? Я смеюсь с себя, над собой. То, что у меня не удалось выжить. Спасти наших персонажей. Ну, тут нужно понимать, что у нас еще сложность. Самая смертельная. Самая трудная. Самая тяжелая. Поэтому они очень мало ресурсов находят. У них очень плохие характеристики. У них очень... Я так понимаю, сильно прогрессируют всякие негативные эффекты. Их очень сложно снимать. У нее же рана ноги. Смотри, рана ноги. Вена на себе вскрывала. И отчаялась. Ковротечение. Усталость. Смертельный голод. А мне кормить нечем, кроме ядовитых грибовых. И костер мы разжечь не можем. Может быть, на седьмой день придет помощь. И нас спасут из последних сил. Кстати, да. Мы можем надеяться на то, что у нас придут спасатели на следующий день. Ну, Иванов умер. Вообще, он сам предсказал, что так и будет. Но немного жаль парня. Чтобы он не умер напрасно. Я сейчас решу важный вопрос. Кто возьмет его на чищенные ботинки? Это буду я. Если бы Сергей был жив, я имею ввиду, если бы он умер, но мог бы еще что-то сказать, он бы наверняка одобрил это решение. Тут положу тряпку, там кусок кожи. И будут сидеть как влитые. Ну, давайте. Давайте, спасатели. Седьмой день. Софья Бутенева, мертва. Да сколько ренегаты будут вокруг лагеря ходить? Они перемещаются с клетки на клетку. Дают костер даже разжечь. Плесень. Раньше это было съедобно, наверняка. А сейчас, ну, только для самых смелых. Это у нас сгнили психотелические грибы. На следующий день ядовитые сгниют. Но мы, наверное, это не увидим, потому что... Потому что... А что я ничего не могу сделать? У него ноль очков действия, он даже делать ничего не может. Он же не может сходить у нас в экспедицию. Нет, не может. А, нет. А, нет, да, не может. Нужно очко действия. Остается просто вот так крутить время. У нас ни еды, ничего нет. Топливо у нас есть, но костер разжечь мы не можем. И спасатели не пришли. Конец игры. Вы не выжили. И это спасатели, да? Да, это спасатели. Нашли наши трупы, да? На какого же день они приходят, интересно. Вот так драматично, так печально. Мы не смогли. С первой попытки. Что ж. Нам остается только предпринять новые попытки. Но мы это сделаем в следующей серии. Пиши, мой друг, свое мнение о том, какие основные промахи я сделал в попытке данного выживания. Что главное я допустил. Оплошность какую. Я так понимаю, не нужно строить одним персонажем, во-первых, всякие улучшения, потому что три очка действия расходуются. Нужно строить двумя персонажами, тогда мы экономим кучу очков. Потому что там за два очка действия стройка происходит. И не нужно строить, видимо, как они там называются, ну, с полным набором ресурсов. Костер, крафтить и так далее. Нужно временное поначалу делать, потому что ресурсов очень мало. И хотя бы временные сделать решения, да? И нужно лутать эти тряпки. Тряпки это основное. Нам не нужно лутать там шишки всякие, ветки, хвою. Нужно идти, вероятно, к поезду. И лутать тряпки материал, потому что материал нужен просто везде. Просто везде. В любом крафте практически. Да не практически, там в любом крафте нужен материал. Мы все крафтим за материал. А его сложно добыть. Что ж. Ставь лайк, мой друг, если понравилось. Ставь дизлайк, если тебе не понравилось, что мы вот так, вот так, вот так мы не спасли, не уберегли наших персонажей. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию, потому что в следующей серии мы предпримем уже новую попытку, уже с осознанием своих ошибок, просчетов, уже более расторопно, понимая, что делать, как делать. Мы предпримем новую попытку. И на этот раз, я уверен, мы сможем это сделать. Мы сможем. Мы обязаны. Мы должны. Или, впрочем, отписывайся с тебе. Все это уже неинтересно, мой друг. Ты будет поступать так, как считаешь нужным. До встречи в следующей серии. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова